Бьется стройка горная, О мою кровь равнинную, Но о крови вспомним мы Только в грудь ранимые. Андрей Вознесенский Что касается последних времен После распада СССР, Несколько изменилось представление О грузинах и о Грузии. Я бы хотел отметить, что На самом деле, как у нации И как у страны, ничего не изменилось. А для тех грузин, которые проживают в России, Это очень важно, чтобы эту информацию Довести до всех остальных. Мы хотим дружить, Мы хотим вместе работать. Мы хотим, чтобы вы к нам приезжали в гости, Чтобы мы к вам приезжали в гости. В общем, мы хотим только мира И процветания. Очень много грузинов, которые родились в России, Они исторической родины считают всегда Грузию, Но для них вторая родина является Россия. Для них тоже очень важно увидеть вот этот фильм О Грузии, о грузинах, о грузинах в России. А если еще взят наше вот это время, Которое действительно нас разбрасывает налево-направо, И можно сказать, что и в Грузии тоже не очень-то хорошо было, Почему люди оттуда уезжают. Но можно сказать, что я где-то 40 лет назад уехал. Причины, может, какие-то были, Но не такие причины, которые сейчас есть. Не самое главное застолье, а потом все остальное. Потому что иногда так представляешь, Что Грузина только вот пьет, гуляет, И больше ничего, и шашлык кушает. Понимаете? Такого нету. То есть мы все трудимся так же, как все остальные. В Второй мировой войне 700 тысяч человек были отправлены на фронт. С 41-го, 45-го. Из 700 тысяч вернулись 400. 300 тысяч погибли. Также второе участие в Второй мировой войне. Из этих 300 тысяч больше сотни героев Советского Союза. Был это единый народ, единая страна. Все равно не победила ни политика, И ни средства массовой информации, Которые неправильно иногда доносят. Ни с Грузии неправильно доносят. Там в Грузии неправильно говорят. Здесь иногда бывают казусы. Все равно народ все равно дружный будет. Как может человек в этом мире представить себя другим людям? Открыть свою душу, подружиться с соседями? Искусство. Первый шаг к сближению и пониманию. В сентябре в Воронеже состоялся уникальный концерт. Это красочное событие стало открытием Дней грузинской культуры в нашем городе. Такой праздник был организован в Воронеже Духовно-культурной общины Багратиони впервые. И это хорошее начало решили гости и зрители. Чичико Ивлянович Хачапуридзе – председатель Духовно-культурной общины Багратиони. Вот уже несколько десятков лет он возвращает воронежцам здоровье. Его имя уже стало неотъемлемой частью жизни нашего города. Он помог перебороть болезни сотням, тысячам людей. Человек, который здесь живет, у него своя работа, есть своя семья, есть. Живет хорошо, все у него есть. Но у него нету та культура, которую он иногда может забыть. Даже дети, которые здесь рожденные, в России, да, они граждане России. Но они не должны забывать о культуре, о которой с поколевых веков мы это не забывали. Чувство какой-то гордости, что ли, грузинской гордости. То, что немножко у нас присутствует такая. То, что я сохраняю традиции вне Грузии. И то, что меня понимает зритель воронежский, они меня очень сильно удивили на последних концертах, когда нас стали принимать очень радушно, очень тепло. А у меня крылья вырастают, крылья вырастают. И то, что я чем-то могу показать свою культуру, грузинскую культуру, вне Грузии, а именно в каком-то вот прекрасном городе Воронеже. Искусство грузинского танца. Надо быть очень увлеченным человеком, чтобы в зрелом возрасте вернуться к увлечению молодости и подарить свой талант ученикам. Семья корчаидзе в прошлом танцевальный дуэт. И дети тоже увлечены грузинским танцем. А теперь и ученики. Всего год занятий. И ребята уже уверены, достойно выступают перед зрителями. Юные грузины с удовольствием танцуют. И с удовольствием изучают свой родной язык. Вот уже год, как в Воронеже работает грузинская воскресная школа. Уметь читать и писать на своем родном языке – это начало сохранения культурного наследия. А язык определяет национальное самосознание и национальность. Без языка не может быть чувства самосознания национального достоинства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я уже говорил, что если предки нам дали такую веру, мы не имеем продавать ее. Мы должны верить до конца. С Божьей помощью. Общая религия христианства. Достаточно ли этого для понимания и поддержки друг друга? Однозначно ответить на этот вопрос, наверное, нельзя. В такой ситуации мы оказались, что мы должны быть рядом, соседы. Тем более, что понятие о религиозной основе и понятие исторической основе тоже, она существует. Из передовых линий в городинское сражение было много грузин, в том числе были и полководцы грузии, и тот же самый Багратион, который по происхождению грузинских царей, фамилия. Так что я думаю, что мы давно друг друга заслужили совместной жизни, проживания и понимания друг друга. Опыт прошлого – это самая лучшая подсказка для понимания индивидуальности каждой нации. Итак, давным-давно два христианских государства начали издалека небольшими шагами сближаться друг с другом. Столетия ушли на принятие важного для обеих сторон решения. Это 12 век, отцарствованный царицей Тамарой, откуда началось. Общее отношение между Россией и Грузией. Второй, тема раз первого, это 16 век, и отцарствованный. Человек, который реально понял, что это единственный выход для сохранения грузинской нации и республики, государства – это именно только помощь России. Он пожертвовал не только себе, свою жизнь, он пожертвовал своим отцом, царицей, царицей и трех сыновей. А ради государства, ради Грузии, ради веры, ради того, чтобы сохранить российские дальнейшие надежды присоединения и сохранения целиком, как Грузии. И последний этап – внук Ираклий II. Это дело закончил в 1783 году. Крепост Георгиевский был подписан на трактат. Присоединение реально произошло в 1801 году. Об истории своей родины Гиви Георгиевич всегда рассказывает увлеченно и основательно. Чтобы все исторические факты сложились в один стройный ряд интересного рассказа, нужно изучить не один документ. Но ведь это – как глоток грузинского воздуха – понимать историю своего народа, взволновать повествования других людей. Вся история в Грузии написана о крови грузинских мужчин и слезами нашей женщины. В течение 2000 лет своей существования грузины свои знамени держали честное и достоинство. Абмити свои собственные крови. Знамя не было необходимо скрасить, а навсегда свежи крови абмити. Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле у нас есть такие танцы, где выражают свою очень большую бдительность. Есть такие движения, как будто гранату достают, раз, ложатся, поднялись, брос опять. И при этом пританцовывают. И вроде бы не выражают свою сильную озабоченность, но при этом они показывают, что они всегда готовы к войне и всегда готовы, чтобы дать отпор врагам. Ну это есть такой, знаете, не болезнь, а понятие грузин, как будто находится всю жизнь на сцене. И вокруг него есть люди, которые его смотрят как актера. И он всегда себя держит. Чаще всего вот эта чуть-чуть наглость грузинского человека, она больше от застенчивости. Он хочет показать себя. На самом деле, если когда близко узнаешь любого грузина, он более простой и более понятен. Валерий Георгиевич в театре почти 30 лет. О нем говорят, спорят, приводят в пример. Его работы признаны и узнаваемы. А еще здесь совсем рядом Грузия. Грузия в сердце. Ее вековая народная мудрость. Вы знаете о Грузии, что это страна винограда. Виноградный круг и виноделье. Естественно, вино, даже не само вино, а виноградная лоза является символическим состоянием грузинского духа. То есть даже мысли, даже живопись, даже стихотворная форма, она все сложно переплетена, так же, как виноградные лоза. Она вся кожуристая, она такая вся неоднозначная, негладкая, невысокая. То есть вот эта вот мысль, это грузинская мысль. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что, чтобы сделать застолье, надо очень сильно трудиться над виноградником. Если помните, отец солдата, он его каждый лист распускал, потому что только так распускается. Когда виноград цветет, отцветло, после этого надо убирать лишние листья, чтобы они не вобрали в себе сок лишний, чтобы сок ушел в гроздь, понимаете? Потому что его надо руками распустить, такой плантацией все распустить. Так что труд такой же, тяжелый, как любой труд. И если, то есть, возвращаясь опять к тому, что вот застолье, а потом все остальное. Нет, все остальное, а потом застолье. Такого понятия, чтобы в Грузии или за грузинским столом застолье не удалось, просто такого выражения в Грузии нет. Застолье, если есть, значит, оно удалось уже изначально. Застолье – это означает о том, что… То есть, сам процесс, вот сближение, там, створа, значит, передача чувств, желаний друг к другу уже состоялась. То есть, естественно, это означает, что это застолье удачное. Неудачных застольев практически не бывает. Ну, бывают, конечно, исключения, но практически. Я, по крайней мере, не помню такого, что застолье в Грузии сказать не удалось. Грузия – страна образцового застольного порядка. Именно застолье – высшая грузинская инстанция, подтверждающая подлинность и необходимость происходящего. Даже то, что утверждается в Грузии Богом, обязательно должно быть подтверждено застольем. Смысл открытия этого заведения не только, скажем так, получив удовольствие и от грузинской кухни, но еще и от грузинской культуры, от грузинской живописи. Да, у нас присутствует вот, если вы походите по нашему ресторану, вы увидите очень разнообразные работы, и вы заметите даже, что грузины пишут о себе в стиле карикатуры. Чего я бы сказал практически, ну, бывает, не у многих национальностей, да, нации. Грузинский стол поражает обилием национальных вкусных достопримечательностей. Одно из них – хинкали. Без хинкали не обходится ни один народный грузинский праздник. По горным традициям это блюдо готовят всем селом. И только настоящий грузинский повар знает главный секрет – сколько должно быть складочек у хвостика правильно приготовленного хинкали. Хинкали едят руками. Они сочные. И надо иметь сноровку, чтобы достойно насладиться этим блюдом. Вы знаете, стол – это для нас, вообще-то, мне кажется, для всех – это зеркало души. Около зеркала души сидят люди, которые, они могут только за столом не то, чтобы высказаться, а сказать все самое хорошее, все самое доброе. Поэтому есть такое застолье, поэтому есть Тамада, который его слушает, который, Тамада говорит, такие умные тосты, которые обязаны каждый человек повторить. И от этих тостов как раз каждый человек берет свою силу, который за столом говорит Тамада. Это сила, которая соединяет всех этих людей. За столом сказанное слово – это закон. Бог нам дал хлеб и вино. Поэтому за столом после этого только и Дед Любовь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 П migназ Первый Шикар Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но часто бывает, когда тянет тебя туда, хочется туда поехать Но когда туда приезжаешь, проходит недели-две, и обратно же тебя тянет в Россию Вот всю свою жизнь, вот такие ностанги И с одной стороны, и с другой стороны Вот поэтому я назвал же то два родина, 50 на 50, а другого не дам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok